С октября начался осенний призыв граждан на срочную службу, который продлится до конца года. Сегодня в Черкесске состоялась торжественная отправка призывников вооруженной силы Российской Федерации. Подробности у Альбаташева. Сборный пункт военкомата. Множество людей. Несколько минут до отправки на срочную службу. Призывники прощаются с родителями, друзьями и подругами. Как и многие военнослужащие, Кирилл Дысенко надеется отслужить достойно и вернуться домой. Надежда гордится своим сыном. Разлука завершится счастливой встречей. Убеждена мама. Большой гордостью, но с большой тревогой, честно. У нас сейчас такие неспокойные времена. Но будем надеяться, что не подведет, да? Конечно. Причин для беспокойства нет. Срочников отправлять в зону спецоперации не будут. А воинская служба – священный долг каждого гражданина страны, считает Кирилл. Закаляют мужчину. Если нет каких-то качеств, там приобретут. Если есть хорошие качества, то станут еще сильнее. Я всегда хотел в армию. Я еще счастлив. В каких войсках собирался служить? Всегда была мечта в разведке, а так не знаю куда. Что ты для этого делал? Занимался спортом? В этот день на плаце сборного пункта военкомата 33 призывника. Перед отправкой к местам прохождения службы, со словами напутствия, к ним обратились руководство военкомата, духовенство, представители власти. Служба в армии – это не только долг каждого мужчины, но это еще ответственный и мужественный шаг. И мы вам желаем, чтобы вот как сегодня ясная погода была, чтобы ваша служба была такой же ясной и легкой. Служба в армии, она не бывает простой и легкой, но это школа мужества, и настоящий мужчина должен ее пройти с честью и достоинством, потому что наши молодые люди идут в армию служить для того, чтобы с оружием в руках научиться защищать себя, свою семью, свою родину. Свои музыкальные подарки защитникам Отечества подарили артисты Республиканской госфилармонии. По традиции призывники прошли по плацу торжественным маршем под музыку прощания славянки, чеканя шаг и держа равнение направо. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.